8 декабря. Пирамида. Ну и продолжим тему праздников. Уверенный праздник начался для всех молодых режиссеров Республики. В Казани начался Всероссийский фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло-2018». Ну и мы поговорим о нем подробнее с Оксаной Кушляевой, театральным критиком, и Ильшатом Латыповым, замдиректора Татарского государственного академического театра имени Камала по маркетингу и пиар. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Ильшат, театры из каких регионов России принимают участие в фестивале? Десятый фестиваль «Ремесло». Десятый юбилейный даже получается. Юбилейный, да. Он по праву имеет статус и масштаб всероссийского. К примеру, в первый день фестиваля играли спектакли режиссеров из Москвы и Петербурга. Вчера Альметьевский театр играл спектакль «Забудшие души» режиссера из Уфы и Ильшата Махудинова. Сегодня ребята из Ижевска приезжают, вечером играет спектакль «Деликатес». То есть очень большая география. Еще ожидается. С каждым годом она расширяется, этой географии. С выше 150 участников принимают участие в фестивале. И с каждым годом, конечно, развивается. Оксана, что-то уже успели посмотреть, что-то уже понравилось, приметили для себя? Покритиковать. Уже все успели, да. Но от критика редко услышать слово «понравилось» или «не понравилось». Ну, действительно, первые дни фестиваля, а программа уже очень разнообразная. Только представьте пьесы, которые были в постановках от Екатерины Второй, пьесы, написанной императрицей, до современных казанских молодых драматургов, московских, переведенных на татарские языки. И национальная классика. То есть фестиваль уже очень интересный и очень разнообразный. Каждый раз приходится заново находить общий язык. Мы общаемся с режиссерами, с постановочной группой, что-то им говорим. Это, конечно, каждый раз открытие. Сейчас есть такое модное... Термин такой. Термин, да. Иммерсивный спектакль, иммерсивный театр. Как театральный критик? Пожалуйста, разъясните нам, обывателям, что такое иммерсивный спектакль? И за кем, зачем будущее? Ну, по большому счету, иммерсивный спектакль, иммерсивный театр, хотя об этом очень много спорят и в среде критиков, что это такое. Но все-таки это спектакль, который предлагает зрителю не только смотреть его из зала, а и как бы быть внутри, участвовать. Иммерсивный спектакль обычно проводится в целых зданиях, в целых особняках, которые снимаются, и в них выстраивается новая реальность какой-нибудь книги. В данном случае на фестивале Анны Карениной. Анна Каренина, да, в лучшем ЗАГСе, по-моему, да, постановка проходит? Да, 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 и целиком зритель погружается, собственно, ходит вместе с артистами, они его не замечают, а он под маской как бы наблюдает все это изнутри, немножко даже участвует. То есть это театр для любителей поучаствовать. И тоже мечтающий, может быть, да, стать? Да, немножечко быть внутри, а не снаружи, не пассивно сидеть в зале, а как-то быть внутри спектакля. И, конечно, иммерсивный театр никак не мешает театру классическому, ну, как, например, не знаю, керлинг не мешает популярности футбола. Да, это очень разные интересы, очень разные люди туда приходят. Но на самом деле интересно, что кроме двух столиц наших, Петербурга и Москвы, настоящих таких больших иммерсивных спектаклей, ну, Казань первая в этом смысле продолжила такое движение по России иммерсивного театра популярности. То есть, в принципе, мы можем говорить, что оба эти направления, классический театр и иммерсивный, будут развиваться, не сталкиваясь, да, друг с другом? Да, легко, параллельно, да. Как керлинг и футбол. Да, да, именно, именно. Отличная параллель, спасибо за нее. Будем теперь всегда использовать этот термин, чтобы разъяснить. Альшат, сейчас театральный режиссер, молодой, да, если мы говорим о фестивале молодых режиссеров, у него есть какие-то рамки? Должен он слушать скорее себя или скорее своего руководителя? Как, вообще, как развиваются молодые режиссеры? Да, дает ли им свободу такую? Так, ну, тут действительно надо определить, что есть в театре условно делится, театр делится на административную часть и на художественную. Вот, и директор повлияет на режиссера, может быть, ну, наверное, разве что ограничить его бюджетом. То есть сказать, что вот есть определенный бюджет, ты должен в него уложиться. Всю остальную часть, административная часть никогда не влияет на творческую. То есть, ну, по крайней мере, вот у нас в театре Камала однозначно режиссер творит произведения искусства без каких-то ограничений, ну, кроме финансовых. То есть тут директор, конечно, никак не вмешивается и дается полной свободы. То есть молодые режиссеры у нас вольны творить? Да. Это очень важно, да. И все происходит это успешно, если у нас фестиваль проходит, ну, значит, все это цветет. Значит, все хорошо. Да, кстати, проходит он еще целую неделю, до 9 декабря, до воскресенья. Что нас еще ожидает в эти дни? Очень много спектаклей. В день по несколько спектаклей всего фестиваля принимают шесть театральных площадок. То есть это проводит не театр Камала, это проводит Министерство культуры. Только ли театр Камала принимают? Нет, самые разные театры. Здесь и татарский тюз, и русский тюз, и творческая лаборатория «Угол», и, собственно, театр Камала. Так, надеюсь, никого не забыл. Ну, если забыли, то всю информацию, да, наверное, все-таки можно найти где? В интернете? В интернете, на нашем сайте, в наших социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте вся информация доступна. Поэтому приглашаем казанцев и гостей города до 9 числа, до воскресенья. Ждем на спектаклях. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за идею, как провести сегодняшний вечер. Болгарадиусы. При поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век». ТНВ «Планета». Телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. Шестую церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдес». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида.